Мама для мамонтенка Получилось это на берегу далекого и очень холодного ледовитого океана Однажды сердитые волны разбили большую ледяную скалу Пригрело солнышко и лед стал медленно-медленно таять Во льду был замерзший мамонтенок Он отогрелся на солнышке и ожил Мама, позвал мамонтенок, но ему никто не ответил Он подождал немного, а потом пошел искать свою маму Долго шел мамонтенок Иногда он останавливался и звал маму Но мамы нигде не было Мамонтенок устал и проголодался «Кто ты такой?» – услышал он чей-то голос Это был северный олень Мамонтенок никогда не видел его раньше и успугался «Я ищу маму», – сказал он «Так ты детеныш?» – удивился северный олень «Детеныш», – сказал мамонтенок «Я спал, потом проснулся, а мамы нет» И он вздохнул «Я никогда не видел твоей мамы», – сказал олень «Может, ее знает дядюшка Морж?» Дядюшка Морж очень удивился, увидев мамонтенка «Кто ты такой?» – спросил он «Я детеныш», – сказал мамонтенок «Ну, я спал, потом проснулся, а мамы нет» «А как зовут твою маму?» «Ну, как, как?» «Мама», – сказал мамонтенок Дядюшка Морж вспомнил, что давным-давно, когда на севере было тепло, здесь жили огромные звери, похожие на мамонтенка Но они ушли в Африку, когда настали великие холода «Я тоже хочу в Африку», – сказал мамонтенок «Я очень хочу найти свою маму» «А ты не побоишься?» – спросил его Морж и северный олень «Не побоюсь», – сказал мамонтенок Тогда Морж погнал к берегу большую льдину Олень принес травы на дорогу, и мамонтенок поплыл в Африку к маме По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле Меня не пугают ни волны, ни ветер Плыву я к единственной маме на свете Скорей до земли я добраться хочу Я здесь, я приехал, я ей закричу Пусть мама услышит, пусть мама придет Пусть мама меня непременно найдет Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети И вдруг льдина под мамонтенком подтянулась и разломалась «Мама!» – закричал он И тут появились дельфины Они подхватили мамонтенка на своей спинке и помчали его к земле Дельфины выбросили мамонтенка на песок и уплыли Мамонтенок открыл глаза Это была Африка, перед ним был олень, но совсем другой «Ты кто такой?» – спросил его мамонтенок «Я олень из Африки!» – ответил африканский олень «А ты кто?» – «А я не знаю» – сказал мамонтенок «Я ищу маму!» – дядюшка Морж сказал, что она может быть здесь «Я не видел здесь твоей мамы!» – сказал африканский олень «Может быть, мудрый кокоду ее знает?» «Он живет на свете очень давно» И олень позвал кокоду Кокоду очень удивился, увидев мамонтенка и сказал, что впервые видит такого зверя И они с оленем стали думать, где искать маму этого странного детеныша «А я знаю, где его мама» Вдруг они услышали чей-то голос и увидели обезьянку В руке у обезьяны был банан «Лови!» – крикнула она мамонтенку Мамонтенок поймал банан хоботом И тут все закричали, что это слоненок, только полосатый-волосатый «Так, значит, я слоненок?» – обрадовался мамонтенок «Значит, моя мама здесь, и вы ее знаете?» «Конечно! Ее же зовут Большая Слониха!» – закричали звери И они пошли к Большой Слонихе Скоро настала ночь и взошла луна Но они все шли и шли и шли И, наконец, пришли на поляну Там вся залита лунным светом стояла слониха Она спала «Мама!» – закричал мамонтенок Слониха долго смотрела на мамонтенка А потом сказала «Кто это?» «Это же я!» – сказал мамонтенок «Я тебя так долго искал, а ты меня не узнала» И заплакал «Ты что, слоненка не узнаешь?» – закричали олень Обезьяна и кокоду «Посмотри, у него хобот и уши, как у тебя!» «Только он в шубе, потому что он с севера» «Тише!» – сказала Большая Слониха И подошла к мамонтенку Она внимательно посмотрела на него и сказала «Не плачь! Ты действительно не слоненок!» «Ты мамонтенок!» «Но все-таки ты мой сын!» «Я ничего не понимаю!» – сказал мамонтенок «Почему я твой сын, если я не слоненок?» «Потому что давным-давно, когда настали великие холода Мамонты пришли с севера в Африку и стали слонами» «Значит, я слоненок, который жил давным-давно?» – обрадовался мамонтенок «Ура! Наконец-то он нашелся!» – закричали все животные На смену африканской ночи пришло утро Когда животные возвращались обратно, обезьянка спросила «Как вы думаете, а это правда, что мамонты стали слонами?» «Не знаю!» – ответил африканский олень А мудрый кокоду сказал «Какое это имеет значение, если он нашел свою маму?» Ну что, мои маленькие друзья А сейчас время позднее И время смотреть мультфильм Ну а я с вами прощаюсь до завтра Всего доброго, до свидания, пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!